Вузы России переходят на дистанционное обучение студентов. Причина — профилактика коронавируса. Ситуацию в образовательных учреждениях обсуждают на заседаниях ректората. Многие тверские студенты также переводятся на домашнее образование. Как долго это продлится и какие еще меры профилактики проводятся в учебных заведениях, выяснила наш корреспондент Наталья Чекет. Напомним, Миноборнауки рекомендовала высшим учебным заведениям перейти на дистанционное обучение. В сообщении уточняется, что руководители научных и образовательных организаций должны взять на особый контроль выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий. Вузам поручено обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме и предусмотреть возможность предоставления индивидуальных каникул для обучающихся, в том числе путем перевода их на обучение по индивидуальному учебному плану. Рекомендуется, начиная с 16 марта 2020 года, организовать обучение студентов в ней местонахождение вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Коридоры ТВГУ опустили. Всех студентов университета с начала недели перевели на дистанционное обучение в целях обеспечения безопасности распространения коронавируса. Вузи заботятся о здоровье обучающихся и преподавателей, поэтому было принято такое решение. Чувствую, у ребят смешанные, с одной стороны, это возможность оставаться дома, однако учебу никто не отменял. Выполнять задания и слушать лекции необходимо, чтобы успешно сдать грядущую сессию или защитить диплом. Анастасия Лобутина, студентка второго курса, рассказала нам, как узнала, что их перевели на дистанционное обучение. О том, что у нас переводено дистанционное обучение, нам сказали непосредственно в деканате. То есть изначально нам позвонили оттуда, а потом уже непосредственно староста наша пошла оттуда и как бы уже подробнее все об этом узнала. В целом ситуация, естественно, меня не очень радует, поскольку все мы сейчас переживаем по поводу того, какая у нас сейчас ситуация с коронавирусом. Я надеюсь, в ближайшее время все встанет на свои места и мы, соответственно, уже будем ходить в сам университет. Обучение студентов будет вестись в информационно-электронной образовательной среде. В ней у каждого преподавателя есть личный кабинет, где представлены те курсы, по которым идет образовательный процесс. Не включены практические занятия, лекции, тесты и презентации. Также каждый обучающийся может напрямую через скайп или другие средства пообщаться с преподавателем. Студентам не привыкать, и студенты живут в этой информационной среде. И для них это, я думаю, своего рода какое-то испытание на самостоятельность, на ответственность, на свою, как бы сказать, гражданскую позицию. Потому что одно дело, когда преподаватель на практическом занятии тебя спрашивает, смотрит на тебя. А другое дело, когда ты сидишь, возможно, на другом конце города или в другом вообще городе, и отвечаешь за то, что ты вышел на связь с преподавателем, ты выполнил задания, которые тебе были даны, и работаешь над своим образованием. Переход на домашнее обучение означает и отмену массовых мероприятий, например, студенческой весны, которая должна была начаться на этой неделе. Они будут проходить в режиме онлайн. Факультеты представят программу без зрителей. Срок окончания карантина пока неизвестен до поступления распоряжений. Также на дистанционное обучение переходит и Тверской государственный технический университет. Накануне в Твери прошло совещание по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории региона. Ограничим проведение массовых, культурных и спортивных мероприятий, особенно, обратив внимание, полное ограничение на проведение мероприятий с участием иностранцев. Начинаем реализацию с сегодняшнего дня дополнительных мер по профилактике и дезинфекции общественного транспорта. Дополнительный режим, дистанционный режим образования по системе образования, которая напрямую является областными учреждениями. И рекомендуем муниципальным образованием ввести такой же вариант обучения, но с поправкой по желанию самих родителей, детей, которые находятся на обучении в дошкольных и школьных учреждениях. В Верхневолжье создана рабочая группа по проведению профилактики и недопущению распространения коронавирусной инфекции. Игрим Рудене подписано распоряжение о дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Тверской области. Работает горячая линия для вернувшихся из стран, где зарегистрированы случаи инфекции. Отметим, что по состоянию на 16 марта на территории Тверской области коронавирусная инфекция не зарегистрирована. Редактор субтитров А.Семкин